Всем привет! Это запись моего эфира, в котором я делала цветное печенье. Очень простой рецепт, очень полезный эфир, поэтому я решила сделать запись этого эфира. Я хочу, чтобы как можно больше людей увидели именно этот полезный вкусный рецепт. Не обижайтесь, если вдруг вы решили, что это прямой эфир, это запись. Будем делать цветное печенье. Очень простой рецепт, очень красивое печенье, вкусное. И самое главное, я покажу способ, как его можно украсить элементарно. Настолько легко и настолько красиво. Ну, то есть, кто видел такой способ, просто взрывается мозг. Все разбирают этот рецепт мой, цветного печенья. Разбирают, все сохраняют кондитеры. То есть, такой рецепт, я знаю, кондитеры, которые занимаются обучением, они продают этот рецепт платно. Цветное печенье. А я посмотрела, подумала, ну что же это я буду денежки тратить на рецепт. Неужели я сама, до меня не дойдет, как правильно сделать. Я провела эксперименты кулинарные и смогла сделать, подобрать громовку такую, которая, ну, она позволяет сделать печенье цветное, классное. И у него какое, у этого печенья, какое, особенность какая. Оно идеально держит форму. То есть, вот я его как вырубкой вырежу. Вот как я его выпекаю, он, это не деформируется печенье, оно сохраняет форму. И это печенье можно украсить с помощью узорных скалок. То есть, оно держит форму идеально, это печенье. И позволяет очень легко, много способов, из-за того, что оно держит форму, из-за того, что оно цветное, много способов очень легко его украсить. Настолько бомбически. Сейчас покажу скалки. Такие скалки есть с узором. В общем, офигенные. Офигенные, то есть, они очень классные, но для них надо подобрать правильно тесто. Вот это тесто, которое я сейчас буду делать, оно подходит для узорных скалок. То есть, получается, что после выпечки весь этот узор, который переносится скалкой, он сохраняется. Причем, что еще хорошо, видите, на скалке узорчик, да, как бы углубление такое. И скалка, она из дерева. Некоторые рецепты, вот тесто, если провести скалкой по такому тесту, забивается узор. Получается, что тесто влипает в эту скалку, узор нарушается на слой тесто, нарушается узор. И плюс еще и скалка забивается, потом ее зубной щеточкой надо вычищать. Вот. А этот рецепт, который сейчас покажу, он позволяет работать с цветным печеньем и делать на нем узоры. То есть, настолько легко украсить это печенье. И оно вкусное, и красивое, и делается цветным легко. То есть, разные варианты декора. Еще можно с этим рецептом применять вот такие у меня есть штампы вырубки. То есть, тоже, если придавить, вот этот внешний край полностью вырубает печенье по форме розочки, да. А внутренние вот эти перегородочки, они, ну, видите, меньше у них высота. То есть, они прорезают рисунок на тесте. И с этим тестом, которое я сейчас покажу, как делать с цветным, можно работать вот такими штампами. Они тоже не совсем тестом подойдут, потому что прилипают, потом тесто поднимается, узор пропадает. А мое тесто, которое я сама придумала рецепт, кстати, у меня потом, я его публиковала, этот рецепт в инстаграм. У меня его разобрали всякие кондитерские паблики, в общем, разобрали на цитаты, растащили. Я говорила, кто присоединился, ставьте лайк на экранчик. Я делюсь тем рецептом, который вообще мастера продают. То есть, я знаю, что цветное тесто, вот этот проверенный такой рецепт, который классный, его продают за деньги 200 гривен, 300 гривен просят. Там, получается, это, если в рублях, там 800 рублей, 1000, где-то так. Вот, в общем, ставьте лайк. Скажу вам свою книжечку с рецептами. Тут у меня самые проверенные, самые лучшие рецепты. Я делюсь рецептом из своей книжечки. То, что достойно попасть туда и быть записанным от руки. А вот сейчас покажу. А это рецепты, которые где-то нахожу, распечатываю, проверяю. То есть, я сначала проверяю рецепт, смотрю, какой он вкусно, невкусно, как оно себя ведет, это тесто. А потом только записываю от руки к себе в книжечку. А потом только делюсь такими рецептами. Поэтому присоединяйтесь, делюсь своими проверенными рецептами. Показываю. Тесто делаю на маргарине. Но можно заменить маргарин. Дело в том, что... Почему применяю? Потому что он лучше держит форму. Тесто с маргарином лучше держит форму. Если у вас какие-то предрассудки насчет маргарина, заменяются тем же количеством масла. Значит, у меня здесь 75 грамм. Я его... 75 грамм здесь маргарина. Это моя... Вообще, это половина порции той, которую я обычно делаю. Небольшую. У меня просто... Тоже там под продукты смотрю. Маргарин растопила предварительно в микроволновке на... Как там... 300 мощность. В общем, небольшая мощность в микроволновке. Подписывается на ведущего. Подписывается на ведущего. Спасибо. Ставьте лайк по экранчику, чтобы больше людей присоединилось. Вот сейчас даю прям самый сок. Граммовку для цветного печенья. Рецепт этого цветного печенья другие мастера продают. Так, сейчас... Так, это половина граммовки. Вообще, я обычно в два раза больше делаю. Добавляю сюда масло. Растительное масло, рафинированное. 25 грамм. Значит, у меня получается... Ну, алину я беру. Какая... Ну, в принципе, без разницы, какую вы возьмете марку. Все, добавила. Здесь растопленный маргарин. Ну, такой. Он не совсем, да, состояние жижи. Просто, чтобы он мягкий был. И масло растительное. Все. Вот я это смешала. Маргарин можно заменить... Можно заменить обычным маслом, сливочным. Тогда не так сильно, не так крепко будет держать форму тесто потом, после выпечки. Поэтому я все-таки делаю на маргарине. Дальше. Сюда идет сахарная пудра. Я беру готовую. Мне будет вывозиться. Чуть не спалила себе кофемолку, пока делала сахарную пудру. Но можно, если у вас мощная кофемолка, можно делать на кофемолке, перемолоть сахар в сахарную пудру. И сюда у меня идет 100 грамм сахарной пудры. Так, жду. Интересуетесь рецептами? Вообще готовите? Правильно угадал тикток, когда показал вам рекомендации? Жду ответы. Пишите. Пока жду ответы, смешиваю маргарин, растительное масло, сахарная пудра. Все у меня так объединилось. Видите, прям вот так, такую кашицу равномерную. Ну что, тишина. Все молчат. Никто не интересуется готовкой. Как вам вообще? Готовка. Вы готовите? Вы будете делать печенье это? Так. Добавила сахарную пудру. И сейчас добавляю кукурузный крахмал. Кукурузный крахмал. Не знаю, насколько вы там применяете его. Вообще у кондитеров часто кукурузный крахмал. Он идет во всякие добавки для торта. Видишь, это будет цветное тесто. В общем, будут печеньки цветные. И я покажу, как их можно классно и очень быстро устроить. Ой, устроить, украсить. Вот такой вот штамп у меня есть для украшения. У меня есть вот такие узорные скалочки. В общем, прикольные штучки. Очень легкий рецепт. И этот рецепт мастера вообще продают. Это такое цветное тесто проверенное. Рецепт продается. А я его делюсь с вами даром. Так, у меня здесь 25 грамм. Ну, тут немножко сыпануло. 30 грамм получилось, но это не важно. 30 грамм кукурузного крахмала. И все это мне надо замешать вот в такую кашицу равномерную. Редко. Так, все. Вот у меня получилась вот такая кашица. Кашица, кашица. Сюда, в эту кашицу, добавляю ванилин. Вообще, можно любой другой ароматизатор добавить, чтобы это было ароматненько. То есть, оно у меня после выпечки такие запахи стоят. Так, кукурузный крахмал добавила, ванилин добавила. Осталось добавить яйца. И дальше будет магия. Сейчас покажу. Добавлю красители. Покажу, как это правильно делать. Добавить красители, чтобы... Во-первых, ну, то есть, то, что я добавляю красители, я знаю, там, у некоторых очень, очень чувствующих, чувствительных людей вызывает какой-то шок, что типа, ну, вот, как это, красители. Ну, на самом деле, красители, во-первых, в печенье, которое вот продается в магазине, готовое, там оно идет с красителем, да. Оно как бы желтенькое, но на самом деле, на самом деле, желтенький цвет, там добавляют желтенький краситель, чтобы он был. А я 34, а я 34, вау, что, боже мой, как это, девочки. Давайте быстро на кухню готовьте печенье. Давайте, отъедайтесь. 34 килограмма, это прям вообще очень-очень-очень мало. Так, все, добавила сюда это яичко. Все, оно у меня такое, видите, какое все, как кашица, гладенькое такое, прикольненькое. И сейчас мне нужно, перед тем, как я добавлю муку, я это тесто распределу для того, чтобы... Привет, ты топ! Вау, спасибо! Спасибо большое! Спасибо за то, что подписываетесь, за то, что смотрите, комментарии пишите. А готовить будете вообще? Вы печенье готовите или просто залипательное видео? Ну, я вообще, да, я специалист по залипательным видео. Я делаю пряники, печеньки, потом их украшаю и снимаю залипательные видосики. Так, значит, распределяю. У меня будет три цвета теста, поэтому вот эту кашицу, которая у меня получилась, я распределяю по трем мисочкам. Все тут тщательно выбираю, потому что вот эта основа, она как бы... Даже мука не так важна, как эта основа. То есть она в граммовке, тут она влияет потом на то, каким будет печенье, какое оно будет, как оно форму будет держать. А мне это важно, потому что буду украшать печенье вот такими крутыми узорными скалочками. Прокачу, покажу. Так, вот у меня будет три цвета. То есть я разделила на три мисочки, у меня будет три цвета. Красители. Я готовила печенье, овсянка, трезвака, яйца, мука, разрыхлитель, сахар, мед, масло, сливочное. Перемешать, все липи, все, все прошло. А, залипла в смысле. Ой, я недавно делала овсяное печенье. Тоже готовила сама вот, готовила сама эту муку овсяную. Такая гадость получилась, я не знаю, что-то мне вообще не понравилось. Причем я сделала такое, банан и овсянка. И оно было просто... Я даже видео для сториз сняла, там в инстаграм выложила, говорю. Если вдруг вам попадется овсянка, овсянка с бананом, рецепт, я говорю, не переводите продукты. Быстро и вкусно, да? Вкусно, ух ты, прикольно. Ну, потому что я какой-то такой рецепт нашла, овсянка с бананом, просто гадость была. Мне очень не понравилось, я прям расстроилась, думаю, ну как это я перевела все продукты. Так, вот для вот этого теста я люблю использовать красители. Хорошо смотрится розовый цвет. Вот. А я так делала блины. Видишь, как готовишь. Так может ты еще и повторишь этот рецепт, который цветное тесто. То, что я знаю, это тесто цветное. То есть делают, даже не просто для себя делают какие-то вкусняхи, а вообще делают и продают такие вкусняхи. Потому что выглядит красиво, делается просто. Все, как я люблю. Так, у меня сюда добавила чуть-чуть больше красителя, потому что я помню, что после выпечки оно немножко светлее будет. Во-первых, я сейчас добавлю муку сюда, и оно станет светлее. А во-вторых, после выпечки тоже тесто становится светлее. Поэтому помню такой момент, и стараюсь немножко более концентрированно цвет сделать. Ну вот пока я это все вмешиваю вот в эти мисочки с красителем. У меня один ребенок, а у меня двое. Уже недавно, кстати, у меня тоже была старшенькая. И так просила братика. И, в общем, пришлось, пришлось девочке пойти навстречу. Сделали ей братика. Теперь у меня во время эфиров иногда так слышно, тоже спрашиваю, слышно, как ребенок кричит. Говорят, да. Ты сейчас печенье делаешь в макароны? Не-не-не, это не макароны. Что делаем? Делаем цветное печенье. Это не макароны. Макароны я делала. Делала тоже, ну, по-другому оно делается. Могу даже показать тоже. Я люблю такое. У меня вон лежит. Сейчас купила как раз миндальную муку. Когда идут руки, хочу сделать макароны. Да. Делаю. Здесь у меня краситель. И тут использовала розовый топ-декор. Зеленый. Это у меня краситель. Называется Добрик. В этом украинская сеть Сильпо. Там есть такой. Это вот бирюзовый цвет Добрик. Остальные цвета мне этого Добрика вообще не нравятся. А бирюзовый нечеток. Зашел. А очень похоже на это по смыслу. Ну, не знаю. То есть у меня здесь дальше. Дальше я добавляю. Что я добавляю дальше? Я дальше добавлю муку и все, в принципе. То есть, мне кажется, не похоже. Хотя, как скажешь. Так, вот. Тоже добавила немножко еще более такого темного зеленого красителя. У меня цвет этот сейчас как темноватый. Я такой не люблю. Я люблю, когда он такой прям желто-зеленый, такой яркий. И поэтому я добавляю еще желтый краситель. То есть, эти пищевые красители, они точно так же, вот, как обычные краски смешивают. Знаете, с ребенком, когда рисую, рассказываю. Если взять синюю краску и смешать с желтой, то получится зеленый цвет. То есть, тут с пищевыми красителями тот же принцип. А, со стороны оно как макаронка. Ну, может, да. Оно по виду похоже. Так, ой, у меня желтый краситель. Всегда у меня подтекает здесь баночка с этим желтым красителем. И лично у меня руки потом в красителе. Я потом видео снимаю, смотрю. А, руки в красителе. Сейчас помою, секунду. Фонный. Я, наверное, на этом остановлюсь. Зеленый цвет, розовый, готов. Ну, и, наверное, оставлю вот этот неокрашенный. Просто посмотрите, какое оно еще неокрашенное. Оно просто такое, как песочное тесто, по цвету будет. Получается, вот у меня на вот эту граммовку, то, что у меня сейчас в трех мисочках, мне надо добавить примерно 500 грамм муки. Я даже взвешивать не буду, но это я вам для ориентира даю. Если вы вдруг решите повторить за мной, то граммовка такая. Я просто взвешивала, когда этот рецепт уже готовила. Я, ой, бух, 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 бух. Но я вообще делаю на глаз сейчас. И вообще я часто делаю все на глаз, потому что мука разная бывает, граммовки разные бывают, поэтому часто, то есть ты говоришь, какое-то, допустим, количество муки, а потом все равно надо еще делать какую-то муку на домес. Поэтому я взвешивала вот это количество, когда готовила рецепт. То, что здесь 250 грамм надо добавить, это в прошлые замесы я провесила для рецепта. А сейчас просто делаю на глаз. То есть у меня задача моя сейчас взять, чтобы это тесто слепилось в комок и никогда грамма не имею смысла ниже. Да, да, да. Ну вот, то есть да, то есть всегда эти граммы, если прям точно один в один делать, всегда немножко не то получается. Где-то надо, наоборот, больше жидкости добавить, потому что мука разного качества бывает. То есть где-то, наоборот, надо больше муки добавить, потому что там написано, допустим, в рецепте одно яйцо, да, а яйцо-то бывает разного размера. И поэтому я приблизительно говорю граммовку, чтобы тем, кто не умеет на глаз это чувствовать, ну, понимать, чтобы было понятно, сколько добавить. Но вообще для себя я делаю так. На глаз я смотрю, сколько. То есть вот у меня получилось, вот это у меня годится. Оно, во-первых, слепилось, этот кусочек теста, а во-вторых, он у меня вообще не липнет к рукам. То есть вот, что мне и нужно было. То есть, если по граммовке вы добавили эти 250 грамм муки, а у вас тесто жидковатое, то это значит, надо туда досыпать муки, домешать муку. Ну, не много, потому что тоже такой момент, если сильно много муки добавляешь вот в тесто с печеньем, оно забивает тесто, то есть оно становится таким сильно плотным, сильно грубым, такой нет текстуры после выпечки приятной, как здесь будет. Поэтому, то есть добавляйте, если чувствуете, что надо добавить, добавляйте по чуть-чуть. Вот как я тут при вас бахнула в мисочку, которая не окрашенная, это был перебор. Надо добавлять по чуть-чуть и смотреть, и домешивать. Тоже вот чувствую, здесь покажу, здесь липнет еще тесто. Сейчас, давайте возьму я коврик, наверное, свой. То есть, когда уже оно слиплось в один комок, проще вымешивать на коврике. Сейчас. Ну, я люблю так делать. У меня силиконовый коврик. Я беру... Ой, у меня уже силиконовый коврик, уже в зеленом тесте, но луки в тесте. Я его беру сюда, выкладываю и начинаю вот это... То есть, оно уже соединилось, а домешать муку удобнее, чем вот это в маленьких мисочках там. Удобнее на коврик. Все. Я такая неожиданно тоже не умею в ТикТоке, не все умею делать, но я учусь, потому что у меня так внезапно аккаунт мой стал популярным. Неожиданно. Я вообще просто думала завести аккаунт, и у меня... Я снимаю видео там для Инстаграма. Я думала, ну, буду копировать видео для Инстаграма, потому что в Инстаграме-то я ну, как-то так долго раскачивалась. То есть, я снимала видео там... Сейчас я тунду руки помою. Всякие там штуки делала, видео снимала, рецепты показывала. У меня мои рецепты разбирались в кучу пабликов, там по 100 тысяч подписчиков и больше. И причем наши, и американские разбирали мои рецепты и видео. И при всем этом у меня за пару лет ведения Инстаграма, в Инстаграме у меня вот на сегодня 2700 подписчиков. Ну, то есть, я считаю, я старалась, и люди подписывались, и это у меня были какие-то действия я для этого осуществляла. И я решила в ТикТоке завести аккаунт, просто взяла, скопировала это все. Ну, думаю, буду видео выкладывать и в Инстаграм, и в ТикТок. Выложила видео, а люди просто взяли вот одно видео, то есть, в Инстаграм, чтобы кто-то подписался, там надо что-то делать, с кем-то дружить, чтобы тебя там или пиарили, другие блогеры, или, я не знаю, или рекламу запускать. Ну, то есть, просто так люди не приходят. А я взяла здесь, выложила первое видео, и на меня просто подписались шесть человек. Вот просто выложила, и пришли люди, взяли и подписались. Думаю, ну, классно, как, спасибо. Взяла видео, второе выложила. У меня же я снимала для Инстаграма пару лет. У меня было, что выкладывать. Выложила второе видео. Не люблю Инстаграм. Ну, вот, да, оно как-то, нет от него такой отдачи, да. Я выложила второе видео. Говорю, ну, вообще, говорю, вот, типа, шесть человек подписалось. Круто, спасибо. Второе видео. В общем, после второго видео 22 человека подписалось. Я думаю, ну, вообще. То есть, вообще, просто два видео выложила, опубликовала, и пришли люди, нашли меня, подписались. Думаю, классно, спасибо. Выложила третье видео. Говорю, ну, у нас 22 человека. Вообще, круто, спасибо. Спасибо, говорю. Вы такие крутыли. Спасибо вам. И видео там я делала сахарные фигурки такие из этого, из белково-сахарной глазури. А тут, кстати, вот много муки заговорилось. Крушится тесто. Вот, перебор немножко по муке. Но, в принципе, оно держит форму. То есть, с ним нужно работать, поэтому. В общем, встретила видео, там, где я говорю, 22 человека. Спасибо вам большое. У меня вылетело там, ой, сегодня там, по-моему, 700 тысяч просмотров. И вот с этого видео, как начали люди подписываться, я просто вообще офигела. То есть, это реально было. Я смотрю, ну, думаю, ну, как так? Ничего себе. Ой, спасибо за подписки. Спасибо. Привет. 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 Ии-и-и-ку-дабую-ноль-икс. Такие сложные-сложные ники. И, в общем, так много подписчиков подписалось. Вообще, я просто, там, с этого одного видео за несколько дней у меня подписалось 18 тысяч подписчиков. Я думала, вообще так не бывает. А что если делать, если добавили много муки? Но здесь у меня, я вижу, то есть, оно у меня многовато муки, но оно, вот видите, как бы, нормально, пластичное еще. Я могу с ним работать. Если бы я вообще сильно-сильно задумалась и бахнула туда много муки, добавить надо яйцо, но не полностью, потому что, если добавить целиком яйцо, тут перебор будет. То есть, тут, там, немножко разбить яйцо, сделать из него, типа, омлет, то есть, смешать белок с желтком и добавить, ну, где-то треть яйца. То есть, яйцо одно, это где-то 30 грамм. Треть одного яйца, это где-то 10-10 грамм, получается. И, и, можно еще добавить, вот я добавляла вначале растительный жир. То есть, вот, если его тоже добавить, то будет нормально. Так, включаю духовку. То есть, у меня, пока я сейчас буду раскатывать тесто, и пока я его вырубками вырежу, у меня духовка должна разогреться. Поэтому, наверное, начну я вам с цветного, чтобы пока я все пройду, у меня цветное будет готово. я вам еще покажу, как это цветное тесто, кроме того, что его можно раскатывать скалками, его еще очень можно легко добавить, добавить рисунок, такой белковой глазурью, тоже очень красиво. Так, я начинаю его раскатывать. Сейчас возьму. Раскатываю. У меня есть девайс, девайс, шайтан машина. Привет, вы супер, спасибо. Привет из Армении. Привет, Армения. В общем, это палочки, палочки, толщиной 6 миллиметров. Вообще, обычная фанерка, просто порезанная, так, что удобно ею раскатывать. Есть еще, я знаю, такие скалки с ограничителями, силиконовые, но я никогда не доберусь. Поэтому я, у меня вот эти палочки есть, мне с ними удобно. Зачем их использовать? Они делают толщину теста одинаковой, и при выпечке печенье, пряник, оно пропекается равномерно. А если бы я брала скалкой, раскатывала без этих палочек, где-то было бы тоще, где-то тоньше. Часть какая-то пропечется, уже начнет подгорать, а другая часть еще не выпеклась, там внутри еще сырое. Поэтому раскатываю на одну толщину. Ну что, показать вам... Не, наверное, вот это я вырежу просто будет у меня под белковую глазурь, я покажу, как можно вырезать. Так, сейчас подписывается на ведущего. Спасибо. Где вы формы для пряника берете? Формы... Я залипаю вот в магазин любимого Ко. Там столько всех этих форм, мне туда лучше не заходить. У меня, знаете, как это... Муж должен выводить, если бы он знал, сколько я там денег трачу. Но пока он уехал, можно сказать. Сейчас, секунду, возьму форму, которая буду... У меня тоже вот их наборчик, такой прикольный есть. Это для ребенка я покупала. Покупала для ребенка, использую сама. Знаете, как это бывает? Значит, здесь у меня штампики. Тоже покажу, похвастываюсь. У меня вот эти вот динозаврики, я их вырезала, буду потом украшать глазурью. У меня готовая печенька такое. тоже вот штампик. То есть его, если бы я сейчас хотела делать узорное, динозавров, то есть вот так приклеишь, снимаешь, а потом вырубка по той же форме. И вырезаешь. И получается уже печенье в виде динозаврика. Прикольное. Но мне этот набор нравится, то, что там динозаврики, это одно дело. Тут еще две универсальные вырубки. яичко и кружочек. Можно, конечно, этот делать кружочек стаканчиком, но тут, видите, тут оно, край такой тоненький и вырезается прикольно. То есть я пробовала стаканом, стаканом хуже. То есть вот оно раз и край у меня уже будет аккуратненький, красивенький. Поэтому я использую именно формочки. И вообще я так уже так прикидываю. Тоже недавно сделала заказ, жду, когда придет заказ. Тоже так прикинула. Думаю, надо бы мне еще у них позаказывать такие кругляшки диаметра побольше. Но тоже я и так как наберусь, как наберусь там. Поэтому в этот раз не заказала побольше, отложила как-нибудь в другой раз, соберусь. Сейчас покажу такой простой способ, как их украсить. А вообще в основном я их украшаю, то есть какие-то такие сложные вещи делаю. Украшаю белково-сахарной глазурью. Так, теперь сейчас покажу тоже как это перенести. То есть вот они у меня сейчас кругленькие, такие красивенькие. Можно их взять, да, и лопаточкой поддевать. То есть по одному перекладывать на вот такой коврик. Это у меня коврик, на котором я выпекаю. Он название магазина, можно ли там сделать заказ онлайн? Любимого.com Любимого.com И онлайн, там только онлайн. У них вообще это производитель именно форм. Почему там я беру? Потому что они это делают сами, а их формы потом продают в магазинах для кондитеров. Можно у них заказать, у них гораздо больше ассортимент, чем на витрине в магазине. То есть на витрине в магазине обычно делают какие-то ходовые формы там елочки, сердечки. А я закажу, например, буду делать сегодня вот кота такого. Вы найдите такого кота форму в магазине. Не найдете. В общем, я перекладываю на коврик. Это у меня коврик, конечно, он у меня уже старенький такой. Видели, что я сделала? Я его положила сверху, придавила и перевернула. И у меня это все, что я вырезала, оно вот как я его вырезала кругленькое. Так оно и будет на коврике при выпечке, не потеряет свою форму. Поэтому я делаю круглые печеньки. Я хочу, чтобы они остались такими, поэтому я их так делаю. Какие-то, допустим, не круглые, было бы просто перенести лопаткой. Если там немножко сдеформируется краешек, то ничего страшного не будет. Сейчас у меня немножко остаточек этого теста остался. Я вообще такая любительница, то есть я это тесто расходую очень экономно, у меня остатков не остается. Я его или подмораживаю в морозилке храню. Когда мне вдруг надо что-то сделать, я его из морозилки достаю, и оно у меня уже готовое. просто сразу вот это тесто можно перемять и сразу раскатать. Другое тесто так лучше не делать, потому что, допустим, пряничное тесто от этого потом теряет свои свойства. Видели? Оп! Так, сейчас ой, я как-то отпустила вам показать и забыла, что так делать не надо, надо было сразу докатать. Сейчас я перемну его. Просто хотела показать, как классно и легко делается узор на прянички. Такие прянички, ну, прянички, это печеньки. То же самое этими узорными скалками можно делать на пряничках. Например, те, кто прянички продают, они делают комплименты. Допустим, какие-то у вас хорошие заказчики, хорошие, хочется его отблагодарить, чтобы он запомнил к вам еще раз обратился. Значит, то есть отсылают пряники, которые заказали, да, в форме какие-то украшенные и плюс туда вкладывают в посылочку вот такой пряничек раскатанный вот такой узорной скалкой. И это получается бесплатный подарок, но он приятный. То есть человек запомнит и в следующий раз обратится к вам. В общем, это вот такой узор не совсем тестом работает. То есть вот с этим тестом можно сразу приготовить его раскатать. Вообще, если пряничное тесто, то лучше пряничное тесто перед тем, как такой узор делать, лучше подержать в холодильнике минут 10. И тоже, я видите, смотрю, самый красивый кусочек рисунка. Я вот вижу, мне нравится вот этот цветочек тут на скалочке, да, и какой вот этот красивый. Тут листики и такая какая-то там типа цветочка. Вот я вырезаю не как попало, а на красивых местах. Прикольно, сколько стоят такие скалки. Вы знаете, я их по акции брала, по акции ой, у меня их так много, я их все время жду, эту акцию, так у меня там, я не помню, 500 чем-то рублей, это в рублях, то есть а я из Украины, я вообще заказываю через мастера, который эти скалочки привозит в Украину, она там это в гривны переводит, и в гривнах получается там, она еще как-то за доставку, это в общем делает как совместную покупку, если знаете, что это такое, и за доставку, то есть раскидывает на всех, и получается там дешевле, то есть я, но это надо подождать, сейчас, одна, одна, да, одна скалка, то есть, но они, я честно, вот такие скалки есть еще китайские, на Али, я тоже посмотрела, мне очень они понравились, но я зажмотилась, пошла на Али, заказала, и мне пришла скалка там такая со снежинками китайская, короче говоря, я ее взяла, испробовала, и у меня, во-первых, она прилипла сразу, то есть, мне, конечно, не понравилось, но я приноровилась, как тесто, то есть, тут к этому тоже прилипает тесто, тут надо приноровиться, сделать, подморозить там тесто, если, то есть, надо знать, как с тестом себя вести, но самое противное, что та скалочка, она оставляет узор такой мелкий, то есть, здесь, видите, рельеф какой, тут рисунок глубокий, он такой, вот, и прокатишь, и он есть, а китайская, она, они прорезают, так, сверху, короче, так, слегка, и получается, что, когда ее прокатываешь, а если еще тесто немножко поднимется, рисунка вообще не видно, фигняк, я эту скалку, я так расстроилась, вот эту китайскую, я ее, она у меня лежала, лежала, у меня тоже двоюродная сестра приехала, увидела мои скалки, говорит, подари мне, или китайскую, я говорю, ну, китайская, она поганая, она говорит, ну, подари мне, в общем, в итоге я от этой китайской избавилась в пользу сестры, как она там с ней, я не знаю, у меня духовка уже разогрелась, собираться, отправляю, и ставлю таймер, обязательно, чтобы не заговориться, цветное печенье, оно красивое, если его не передержать в духовке, если его передерживаешь в духовке, то вот этот, ну, вот у меня зелененькое печенье, да, я его поставила, оно на шестой минуте будет еще зелененьким, симпатичным, а там через какое-то время, если зазеваться, оно начнет заводиться по краям, и цвет уже будет некрасивый, вот по краям, поэтому, четко надо ставить, какой-то, или будильник, ну, у меня на духовке таймер, чтобы оно не потеряло вид, и смотреть, вот у меня печеньки небольшого размера, вот, вот такая эта, тут хорошо надевать надо делать, да, я понимаю, конечно, то есть, вот это небольшая печенька, она за 6 минут пропечется, у меня температура в духовке, где-то 180 градусов, если печенька больше, вот, например, я сейчас сделаю печеньку, розочку, то я поставлю, ну, минут на 8, то есть, надо, и буду посматривать, конечно, когда эфир, можно заговориться, а так, если я в спокойной обстановке, я сижу напротив духовки, на 6 минуте я сижу и медитирую там, то есть, чтобы ухватить момент, когда золотятся края, и сразу же достать из духовки, чтобы не потерять вид, вот эту розочку эту сделаю, будет очень круто, как делать тесто, я сказывала в начале эфира, сейчас я, давайте мужа тоже там отпущу, и я повторю рецепт тем, кто не сначала смотрит, вот я вырезала розочку, сейчас, 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 повторяю, я беру 150 грамм маргарина, но это можно заменить на масло, заменить на масло, если вы к маргарину плохо относитесь, но если маргарин использовать, он лучше держит форму, значит, я этот маргарин в духовке, на минимальной мощности, прогреваю минутку, чтобы он был таким, не растворился, как в масло, прямо, знаете, растекся, а чтобы он был мягеньким просто, потом, к этому маргарину мягкому, добавляю, 50 грамм, растительного масла, рафинированное, подсолнечное, у меня, олейное, у кого другое, наверное, тоже нормально, но просто, чтобы оно было чистенькое, без запаха, потом, к этому, 200 грамм сахарной пудры, сахарную пудру, беру из магазина, готовую, можно делать не готовую, можно взять сахар, и перебить кофемолкой, но у меня кофемолка такая, хиленькая, я один раз, чуть не спалила кофемолку, таким образом, и решила, что дешевле будет купить сахарную пудру в магазине, дальше, 50 грамм кукурузного крахмала, любой, самый дешевый, это подойдет, дальше, 3 яйца, ванилин, или любой другой ароматизатор, по вкусу, и 500 грамм муки, примерно, тоже рассказывала, что это 500 грамм муки, то есть, вы добавляете муку, и смотрите, чтобы она слиплась в комочек, была такая, как пластилин, по консистенции, и не липла к рукам, сильно много муки, сразу не бахкайте, потому что, можно забить тесто, оно будет сильно плотное, невкусненькое, а так оно, после выпечки, во-первых, ароматное, вкусное, держит форму, очень хорошо, то есть, вот с узорными скалками работает, и, что еще, оно приятное, то есть, такое, приятное, хрустящее, нет такого ощущения, что жуешь подошву, а если добавите слишком много муки, то, вот, можно сделать ощущение, что жуете подошву, так, и сейчас, из этого я сделала, смотрите, из розового теста, сделала розу, сделала узорные печенюшки, вот эти, с узором, и сейчас сделаю просто, кругленькие, я вам еще покажу, как можно, готовое цветное печенье, очень легко украсить, так, смотрю, что у меня здесь, в духовке, в духовке, у меня выпеклось печенье, и я его вынимаю на дусточку, то есть, его надо убрать с противня, чтобы оно лежало на ровной поверхности, и остывало, и при этом, дальше не выпекалось, сейчас, вот, достаю печенюшки, сейчас на зеленых покажу, как можно легко это украсить, они просто остыть должны, то есть, можно прямо вот из духовки достать их, и украшать, сейчас, не видно, вот оно зелененькое, уже готовое, так, достаю, просто тут уже раскатала, поэтому, не это, перед камерой не могу разложить, сейчас, вот оно у меня, как я вырезала его, кругленьким, как я его вырезала, с узорчиком, вот таким я его из духовки и достала, и теперь оно у меня должно остыть, перед тем, как я его еще покажу, как еще можно украсить, то есть, вот это, уже красиво, оно с узором, такое миленькое, можно сделать еще красивее, и тоже очень легко, сейчас только вырежу, вот эти печенюшки, которые, такие, будут у меня розовенькие, вырежу, и перевожу, поставлю противень в духовку, и покажу вам, как раз у меня остынет зеленая печенька, и покажу вам, как можно украсить, еще и еще дальше, сделать это зеленое печенье, прям прикольненьким таким, с рисуночком, вы готовите макароны, нет, это не макароны, это печенье, гораздо, гораздо все проще, чем макароны, то есть, макароны надо еще уметь, приготовить так, чтобы они поднимались, и все такое было, а это печенье цветное, которое может сделать, любой, очень легко, при какой температуре, выпекается, 180 градусов, 200 градусов, вот такие небольшие печенюхи, вот этого размера, 6 минут ставлю, печенюшку побольше, поставлю на 8 минут, то есть, вот у меня, сейчас покажу, сейчас раскатаю, все покажу, на противне лежат печенюшки, маленькие, и одна большая, то есть, я поставлю на 8 минут, доставлю те, которые у меня маленькие, а большую, еще на 2 минутки, она у меня побудет, вот, вот оно, то есть, маленькие на 6 минут, а большая будет больше, сейчас, все, закрываю сейчас духовочку, обязательно ставить таймер, иначе прозеваете, и весь вид потеряется, и показываю, в общем, все, в принципе, показала, не буду я уже показывать, как обычная, некрашенная, выпекать, просто все, рассказала нюансы все, покажу, как сделать красиво, с вот этим цветным, ой, оно у меня еще, конечно, еще тепленькое, но сейчас, пока я все, тут подготовлю, я его перевернула, на обратную сторону, кстати, вот на обратной стороне, видно, немножко, кое-где, оно уже начало золотиться, то есть, не очень вид такой, поэтому, ну, следите, чтобы не было, вот, вот, золотистость, тут оно, вот это же тоньше, то есть, то это 6 миллиметров, а это 6 миллиметров, и еще сверху узорной скалкой прокатило, то есть, это испеклось быстрее, с этой стороны видно, что оно уже начало золотиться, но из-за того, что оно с красителем, вот это золотистый край, он нам не нужен, но сверху еще ничего, то есть, вот эта часть, которая лицевая, не видно, что оно там золотистое, так-то оно обычно золотистое, это классно, корочка, так, подписывается на ведущего, спасибо большое, сейчас я сколько по времени выпекается печенье, ответила, я просто тут же с вами общаюсь, и пеку, и что-то могу пропустить, если я что-то пропустила, вы не обижайтесь, сейчас еще покажу, и в конце еще раз повторю вам, повторю вам рецепт, вдруг кто присоединился, ну, чтобы у вас тоже было, так, и положу вот вам красоту, чтобы вы видели, что получается с этими узорными, скалочками, то есть вот узорными скалками, вообще самый легкий способ, то есть я выпекла, и оно уже красивое, сейчас возьму, мне нужна для украшения, белково-сахарная глазурь, расскажу рецепт, у меня сейчас она готовая, и я буду использовать еще трафареты, трафареты, вот такая штучка, то есть я тоже беру, ну, так как я покупаю, это все в одном магазине, есть еще, ну, по магазинам, посмотрите, я знаю, в отделах больших супермаркетах, где есть всякие инструменты кулинарные, там эти трафареты тоже продаются, но там, конечно, выбор меньше, так, и моя белково-сахарная глазурь, я ее приготовила заранее, она у меня здесь в мешочке, как готовится белково-сахарная глазурь, делала эфир, у меня, прям в подробностях, есть на, запись эфира на YouTube канале, а еще мне нужно, можно без рамочки, но у меня есть еще прикол, такой рамочка для фиксации, не могу найти, в общем, так, что я делаю, к глазурь готовится, 90 грамм белка, это 3 яйца, добавить 500 грамм сахарной пудры, так, что готовишь, привет, это печенюхи, печенюхи, положила я печеньку на обратную сторону, потому что, вот смотрите, эта сторона, которая сверху, она как немножко, ну, приподнимается, не совсем ровная, а вот эта обратная сторона, она плоская, и мне, чтобы украсить ее трафаретом, как раз нужно, чем более плоское печенье, тем лучше будет рисунок от этого трафарета, короче говоря, вот это моя глазурь, это трафарет, я положила трафарет, может не видно, да, он такой прозрачный, положила на печенюшку, налила сверху глазурь, у меня здесь мастихин, но можно любую плоскую, я знаю, вплоть до того, что банковскими карточками делают это, просто глазурь, надо аккуратно размазать, я ее размазываю, и одновременно, излишки у меня остаются тут, на обратной стороне, мастихина, и вот, то есть она у меня равномерно распределена, и при этом не сильно много ее, если будет сильно много, будет такой она, не очень вид, и теперь этот трафарет надо поднять строго вверх, Упс, видели? Вот он, и получилось, то есть трафареты, они разные бывают, но вот этот с розочкой мне нравится, если в глазурь добавить белый краситель, он еще будет более такой четкий рисунок, то есть сейчас она еще такая живая, мягенькая, я пока она живая, то что краешки некрасивые, взяла так и убрала, а она очень быстро сейчас засохнет, и все, то есть это вот, этот рисунок, он остается такой, как впечатанный, так у меня, пока я говорила, в общем, испеклось розовое печенье, у меня уже начинается, тут я слышу, малыш мой кряхтит недовольна, я показала вам все, сейчас буду доставать печеньюхи розовые, покажу вам еще розовые, буду закругляться, повторяю сейчас рецепт, для тех, кто только присоединился, ставьте лайки эфиру, в общем, если понравилось, если интересно, спасибо за то, что подписываетесь, в общем, повторяю рецепт, для тех, кто только присоединился, 150 грамм маргарина, можно использовать масло, но маргарин лучше держит форму, то есть вот этот рисунок от скалок будет лучше, я маргарин в духовке на минимальной мощности минутку протапливаю, чтобы он размягчился, но при этом не растекся, и 150 грамм маргарина, вливаю туда 50 грамм подсолнечного масла, без запаха, я достала мелкие печенюхи, а то, которая крупная роза, отправила еще допекаться, ну вот у меня розовые какие получились, вот они, тоже положу вам, так, 150 грамм маргарина, 50 грамм подсолнечного масла, без запаха, рекленированного, 200 грамм сахарной пудры, это все смешивать, 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 50 грамм кукурузного крахмала и 3 яйца и ванилин, потом добавляете, распределяете на кучке, допустим, если вы хотите 3 цвета сделать, значит делите на 3 мисочки, вот эту масляную смесь, где вы такие скалки взяли, это скалки любимого ком делает, вот рассказывала про скалки, то есть у них прикольные, китайские пробовала, китайские мне не понравились, вот я вам вдруг, кто не понял, подпишись, того дня пряниками написано, так, отвлеклась, 150 грамм маргарина, 50 грамм подсолнечного масла, 200 грамм сахарной пудры, 50 грамм кукурузного крахмала, 3 яйца, распределили по мисочкам, например на 3 части, в одну мисочку зеленый краситель, в другую розовый, третью я вот оставила без красителя, не показала вам, не важно, перемешали вот в этой масляной смеси красители, после этого добавляете муку, на весь этот объем масляной смеси, где-то 500 грамм муки, но смотрите по тому, как она себя ведет, тесто, оно должно слипнуться, и не должно липнуть к рукам, если липнет к рукам, добавить чуть-чуть муки, по чуть-чуть добавлять, пока оно перестанет липнуть к рукам, если сильно много муки, добавить смесь, то есть яйцо разбить, смешать желток, белок, и по чуть-чуть добавлять, и можно масло добавить, обычный крахмал, как это, с картошки, короче, ну лучше не надо, кукурузный крахмал, он используется именно для кондитерских изделий, вы просто не обращали, он есть в любом супермаркете, и стоит копейки, то есть вот эта, там у меня упаковка, стоит 10 гривен, если вы там из России, в рублях, это, короче, не в рублях, не знаю, 30 центов это, короче, стоит, то есть купить, купить этот кукурузный крахмал, это лучше, чем картофельный, в общем, показала, как скалками украсить, рассказала рецепт, показала, как украсить глазурью, в общем, спасибо за то, что ко мне тут присоединились, со мной пообщались, спасибо за то, что подписываетесь, спасибо за то, что общаетесь, когда у вас день рождения, 3 ноября, у меня 37 лет будет, 37, вроде да, так, все, посмотрю еще вопросы, вау, спасибо большое, ага, как красиво, спасибо, привет, зайка, привет, Варвара, 185, все, в общем, вроде бы всем ответила, всем спасибо большое, спасибо за красоту, спасибо за то, что подписываетесь, ребята, до новых встреч, я стараюсь эфиры проводить, что-нибудь интересное, показывать, рассказывать, давайте, всем пока, спасибо большое, спасибо, 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 Продолжение следует...